Здравствуйте, друзья! Только что пообщался с человеком, который прошел АТО, по сути, с первых его дней. Его зовут Олег Балковский, и мнения таких людей для меня более ценные, нежели мнения всех известных экспертов вместе взятых. Поэтому я предлагаю вашему вниманию этот разговор. Февраль-марк 2014 года одновременно заканчивается Майдан и одновременно начинается аннексия Крыма. Буквально в двух словах. Крым у нас отдали, отжали, сдали или всего понемногу. Но если по Крыму разбираться, то есть такой маленький-маленький нюанс, мы никогда не узнаем правду, сдали, отдали или еще что-то. В 2016-2017 году были уничтожены все документы, подтверждающие о действиях командира Педро, сделал, блядь, в Крыму, и командных ламок. То есть есть такое понятное, как оперативный журнал, поступает в командование приказ в штаб, штаб за оперативный журнал это записывает. Все эти журналы были уничтожены в 2016-2017 году. То есть как происходила аннексия Крыма, мы можем теперь только знать. Документальных подтверждений не будет. Турчинов говорит о том, что он дал приказ, но, согласно закону, эти приказы, которые он давал, не подлежат уничтожению. Но их тоже нет. Оказывается. Проверили расследования журналисты, не нашли. Турчинов дал приказ на что? На открытие огня командирам войсковых частин, в случае нападения на воинскую часть, открыть огонь на поражение на тех, кто нападает. Но теперь мы этого не узнаем, правда или нет, потому что журналы этих частей благополучно уничтожены. Просто на твой взгляд, как происходили события? Да, события-то вообще происходили очень просто. Путя теряет, блядь, лицо. Захватывает Крым. Дурачки в России кричат, Крым наш. Украине дают команду сдать Крым, чтобы было возможное давление на Россию. Они стали монополистами газовой нефти в мире, таким образом, в Америку. И украинский, блядь, правительство на тот момент сдает, короче, Крым. Для того, чтобы Америка могла просто давить на Россию санкциями. А в размену пошла Украина. На тот момент наши войска там были гораздо больше, чем в российских. Могли бы их размазать нахрен за сутки. Но всем был дан приказ не покидать территорий. На тот момент, ты говоришь, наших войск там было намного больше. Ну, а все-таки у них же были там пророссийские настроения. В частности, и в Севастополе в том же. Да были, но у нас же еще и были люди, которые готовы были воевать. Ты же помнишь, те корабли, которые не сдавались, а тех солдат, которые... Морские пехотинцы были готовы, короче, выйти и вкинуть им так, чтобы они еще помнили, блядь, 10 лет так за это. Ты же помнишь, когда хотели Тузлу отжать. Как президент на тот момент отреагировал жестко. Россиянам хватило, они свалили. Если бы мы сделали так же самое, пусть мы потеряли 100, 200, 300 человек в этой атаке, ну, больше бы не было войны в Украине. Пецназ готовится встретить незваных гостей. Они движутся к Тузле со скоростью нескольких десятков метров в сутки. Удалося Леониду Кучме. Он перервал визит в Латинскую Америку и поехал на Тузлу. Через несколько часов он уже наблюдал за соседями в бинокль. И посылал им месседжи, усиливая их негромким стуком президентского кулака. Я думаю, что россияне переконались, что мы не собираемся вести переговоры по тем вопросам, которые для Украины являются решенными. Афоризм того времени. Тузла сделала украинцев патриотами. Был дан приказ сливать Крым, чтобы была возможность давить на Россию аннексию Крыма. Март того же года, 2014 года, да, все это одновременно происходит. И заканчивается Майдан, и аннексия Крыма, и вот 16 марта все-таки дается же приказ отправить нашу бронетехнику на Донбасс. Есть соответствующие видео. В частности, видео называется «Колонна бронетехники на Донбассе едет на...» Зачем вы приехали на Донбасс? Все-таки. Значит, были попытки защищать, по крайней мере, Донбасс в тот момент? Показательные выступления называли. Если бы они хотели бы на тот момент действовать, вышло бы не колонна 3-4 машины, а вышел бы батальон в составе 500 человек с машинами, блядь, с обеспечением, с постачанием продуктов, материальная часть. Все вышло бы туда для того, чтобы занять определенный город, определенный район, возвышенности. Я не знаю, выдавить людей, выдавить сепаратистов. А трали взвод. Взвод человек под командой неопытного офицера, который ничего не может делать. Он всего боится. И то есть, таким образом, эта просто техника переходила автоматически в руки сепаратистов. Не было никаких попыток. Ничего не было в тот момент. Был перепух, был страх нашего правительства. Они не знали, что делать. Офицеры, которые заходили и предлагали жесткие меры, сразу посылались нахер. Потому что все смотрели на Россию, что будет Россия в этом случае делать. Я еще раз говорю и буду повторять. Если бы мы ответили на тот момент жестко, Россия получила бы кучу гробов и не захотела бы этой войны. Но она увидела, что мы не хотим, мы боимся, мы ждем. И они просто разноглелись и зашли, начали действовать еще больше. Ну а в каком состоянии тогда была украинская армия, чтобы отвечать жестко? На момент учения в Запорожье я видел выход артиллерийского нашего 55-ки артиллерийского на учение. Из 10 выехавших машин 7 заглохло. При выезде на трассу даже там стояли по трассе заглохшие машины. Ну так тут логичный вопрос, или мы вообще тогда жестко отвечаем? Могли бы. Могли бы. На самом деле, если нужно поставить технику в строй, то это бы все сделали за трое суток и поставили бы в строй и отправили. Это когда нужно. Это когда был бы приказ жесткий. Когда бы это все быстренько сделали и выехали бы люди, сформировались бы подразделения в полном составе. То есть не то, что там отправляют одного механика, водителя, оператора, наводчика, два пехотинца, а именно полностью состав, сводных рот отправили бы. Нашли бы офицеров хороших, крепких, которые могут действовать. И все потом быстренько в зародыши заглушили бы. Еще раз говорю, мы отдавали территории по приказу. Я по-другому это никак не могу понять. Вообще. Вот у меня не просто в голове не укладывается, как армия, имеющая на тот момент 170 тысяч, сдалась от шайки пусть в 2000 людей. Я не понимаю этого. Я знаю... Окей, хорошо. Хорошо. Смотри, вот. Март-апрель. Уже начинаются полноценно разгораться. Сепаратистские движения. Они не только в Донецке и Луганске. Это и можно вспомнить и Одессу, и Харьков, и Днепропетровск. Закрепиться в результате им удалось конкретно в Луганске и в Донецке. Вот с одной стороны, ты говоришь, посылаю неопытных наших бойцов. Что делают наши пограничники в это время с другой стороны? Ну, смотри. Китушки как-то же заезжали на территорию Украины с Россией. Заезжали. Согласен? Нет, это очевидный факт. Допустим, короче, вот ты пограничник, командир погранзаставы. И через тебя проезжает, короче, там 5-6 автобусов, набитых тетушками. Твои действия, как офицера украинца. Согласно уставу, мои действия. Дальше их нет действия подозрительными и запрещаешь им въезд на территорию Украины. Потому что ты видишь, что это молодые люди с непонятной целью поездки. Тебе все говорят, мы едем на экскурсию. И ты понимаешь, такие экскурсанты тебе не нужны в стране. Ты, естественно, их разворачиваешь. Но если тебе дать 10 тысяч за каждый автобус, ты пропустишь. Ведь все, что там развозилось через границу, это же кому-то давали деньги за это. Погранжишь войска не настолько, что у нас тупые, что прозевали, когда заезжали грузовики с военными, грузовики с оружием, люди, тетушки. Это все было видно. Это все продавалось. Это приказ сверху. И господа просто поднимали руки и пропускали. Вот они все. За исключением одной погранной заставы, которая дала бой. Но она дала бой, потому что ее атаковали. И она ответила. А если бы ей дали приказ не отвечать, они бы не ответили. Все очень просто у нас. Но она хорошо им дала просраться. Тогда украинская армия в первый свой бой приняла, я считаю, приняла очень достойно. Это вот за исключением этой погранной заставы. Я считаю, что все остальные просто занимались взятками. И все. Никто их за это не сажает до сих пор. Никто не интересуется, через какие заставы заезжали. Ну, в общем, так охарактеризуем. С одной стороны, посылают неопытных бойцов. С другой стороны, заезжает российская техника. Еще не заезжает. Заезжают. Заезжают. И техника и добровольцы заезжают. Смотри, все, что касается диверсионной работы и всего остального. Для того, чтобы это все действовать, нужно завозить костяк. Костяк в города, разбрасывать его по городам, усиливать его оружием. Короче. И готовить его к восстанию. То есть эти люди уже были. Они уже были с оружием. И когда заезжали тетушки, их уже встречали люди с оружием. Которые им раздавали это оружие в нужный момент. То есть это были заезды заранее. То есть и как же у нас работает программа войска, если они пропустили их заранее. Они вообще не работают. Или как в старых советских фильмах на копытах этого лося там переходит эту вокалку. Короче. У него 20 автоматов на спине. Он крадется. Лицо там злого хищника. Короче. И украинский пограничник с собакой. Это все вот так вот в бинокль смотрит. Вот так ты себя представляешь. Есть информация о том, что вот в мае 14-го года колонну российских войск вместе с Гиркиным беспрепятственно пропустили в Донецк. Нет. Я же тебе говорю. Правильно сказать. Выпустили со Славянска. Не пропустили в Донецк, а выпустили. Они вошли вглубь территории. Ее выпустили. То есть когда Гиркин назвал Славянск старым Сталинградом. Дурачок не подумал, что это маленький город, который можно обойти, окружить, перерезать, постачание продуктов, боеприпасов с глубины. И таким образом его легко взять. А город небольшой и все это быдло банду он не прокормит. То есть естественно они выебнулись, показали, что они крутые, дерзкие. Вот тут подошли украинские солдаты к городу и сказали, сейчас ребята через сутки мы вас будем ебошить. И они поняли, что в этом маленьком городке через сутки может замкнуться кольцо. И тогда вся эта банда, которая впоследствии перелилась в ГНР, сдохнет в этом городе. Планомерно, дом за домом, дом за домом, СБУ зачистит вместе с десантниками. Ребята шли злые на них после боев там за Сапун, Гору и остальное. Они готовы были их так трахать, чем омородные. И тогда они просто поняли, вывели свою колонну. А уже приказ Порошенко, Турчинов и остальных был дан не бомбить колонну на выходе. И просто дали спокойно выйти, потому что на этом бы закончился бизнес на войне. Вот как только колонна эта была разбита в дороге, это бы закончился бизнес на войне. А можно подробнее, что ты имеешь ввиду, бизнес на войне? Причем здесь Лавянск? Ну, смотри, возить с той стороны оружие и боеприпасы, это не так уж, короче, и прикольно. Гораздо было быстрее это все делать с нашей территории. Тем более в случае, допустим, если начнут проверять по спискам, откуда оружие и все остальное, то по документации-то понятно, что оружие с украинской территории. Значит, оно было захвачено боевиками, как трофеи. Вот для этих целей война была нужна, чтобы продавать это оружие. То же самое Гиркин, не знаю, пиздобол, не пиздобол, но он же рассказывал в интервью, что, Петя, ты мне еще должен оружие на 400 тысяч. Все прекрасно понимают, откуда автоматы и шли к ним. Куча автоматов и шло с нашей территории на продажу. Это же опять-таки оружие, это помощь стран нам, это продукты, на которых можно... Это одежда, это вода, это медикаменты, это бизнес. Люди миллионерами стали на войне. Комбаты стали комбригами, они имеют такие сейчас хаты, имеют такой бизнес еще, мама родная. Это не солдат с голой жопой, как был с голой жопой на войне, так с голой жопой с войны вернулся. Ребятки заработали, и все несли в одну и ту же копилку. В Пете, блядь, помазанному. Ну вот давай, если так, в двух словах отойти от хронологии, хронологии, да, и тебя лично коснутся. Ты же стоял на этих всех блокпостах, правильно? Ты же тоже видел, как едет оттуда сюда и туда и обратно, какие-то продукты, какие-то товары. Что это за продукты, что это за товары, как их пропускали, почему их пропускали. Ну смотри, допустим, это же не секрет, что, допустим, 10-тонник стоит 150 тысяч, чтобы он пропустить. В него идут продукты, в него идут медикаменты, в него можно вложить боеприпасы и оружие, никто тебя не тронет, если ты уже заплатил. И то есть как бы эта машина проходит. Есть конвои, которые, допустим, выстраиваются машины в конвой, которые я так наслышал, не буду сейчас утверждать, потому что это уже уголовная статья, под патронажем СБУ, якобы, не буду утверждать. И, допустим, стоит 5-6 машин, 20-тонников. Разместить груз в этой машине стоит, допустим, 7 гривен за килограмм. Куда этот груз поедет по Донецкой и Луганской области, их не волнует, но он доедет, куда ты скажешь. Твое доедет, куда ты скажешь. И это все отправляется. Теперь два, образно говоря, 2 тонны подели на, не знаю, на 20 тонн подели, там, на 7, на 10 гривен за килограмм. Сколько это стоит. И вот так вот еще и умножить. И так вот это все это и шло. А так же ловили и с оружием, и с боеприпасами ловили, короче, на блокпостах. Днепр, я помню, ловил с оружием. Одно спецподразделение Украины. С оружием туда, нашим, туда, да, нашим, туда, с оружием ловили. Это мне рассказывали бойцы с Днепр 1, приезжали туда. Я стоял на дороге, там, перекресток, наше два месяца стояло, но сказали, что мы сильно занимаемся контрабандой, и нас убрали, короче. Ну, мы не могли априористовать. А ты как-то препятствовал, как боец, вот этому всему? Ты тоже видел? Один раз попробовал остановить, короче, колонну с контрабандой, вернее, машины, которые, если контрабанду, согласно там разрешению, могли провозить через блокпост машина, не больше там 40 или 50 градусов килограмм продукции. Я остановил, там была полностью машина груженная, за ней еще, 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 еще. Так, я остановил эти колонны, потребовал от команды, чтобы вызвали СБУ, короче, приехала СБУ, офицеры подошли ко мне и сказали, слышь, ну, нахуй на тебя надо? Ну, короче, братан, ну, что ты лезешь? Ну, давай там, что там тебе надо, сейчас все порешаем, короче, пускай. Говорю, подожди, ну, как бы, ну, вот так вот. Потом... Так ты, получается, что ты зарабатывал на этом тоже себе там? Не, 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 не. Как я могу зарабатывать? Я охраняю только развилку дороги. А внутри стоит СБУ, оперативная группа, погранвойска. Вот они внутри. Это через них проходят. А я просто охраняю периметр дороги. Три дороги. У меня три поста, которые охраняют три. Вот, три части. Хорошо, я просто хочу окончательно понять. Это официально как-то провозилось все? На основании чего это туда везлось? Да ни на каких основаниях. Заезжаешь на КПВВ Зайцево, там платишь денежку, тебя пропускают, и следующий блокпост мой. Туда звонят, если надо, говорят, что такая машина. Ну, обычно это если проезжаешь, то все знали, что ты уже на КПВВ Зайцево разгрузился. И заезжаешь до меня, у тебя документы. Якобы у тебя находится магазин в Новой Луганке. И ты везешь эту продукцию в свой магазин. Но там только два магазина в этом здании. А людей туда посещающих ты сам понимаешь сколько. То есть согласно документам, там что-то в Новой Луганке там село на пару тысяч человек, а проживало там по документу тысяч пятьсот-шестьсот. Понимаешь? И вот туда якобы завозятся. А дальше на Зайцево Луганке, это Северзона, никого нету. И туда идут уже к Сепарам. Наши зарабатывают здесь, Сепары зарабатывают там. И так же в обратную сторону. Наши пропускают, те пропускают, и так все это идет. Я могу только проверить машину на наличие оружия и незаконных людей, находящихся там. А все остальное, что касается этого всего... А наркотики, собаки были у вас? Нет, конечно. Зачем? А кто мешает наркотикам проезжать туда или обратно? Это же бизнес. Что, как ты можешь это? Мешать людям зарабатывать? Нет, нет, нет. Так все это серьезно. Немножко о твоем пути, да? Боевые действия. Где ты стоял? Где ты видел? Что ты видел? Ну, я бы не сказал, что я там прям насмотрелся всего. Был, видал, воевал. Первый бой был под Мариуполем. Это 5 сентября 2014 года. Такой объемный бой большой. Вышли, скажем так, благодаря одному офицеру Дима Димовича Герасименко. Вышли живыми. Если бы он не отреагировал. Давай до Мариуполя дойдем сейчас по хронологии. Я имею в виду, что вот... Ну, ты же был на передке, а вот на данный момент ты в тылу. Ну, сейчас... Северская дуга с 16-го или с 15-го года. И до ухода Збройных сил до 18-го года. На Северской дуге в основном был под Мариуполем, был Авдеевка. Был под Першатравневым, это 15-й год. Потом в 16-й там же, потом в 17-й дуга, в 18-й дуга. Это же я почему спрашиваю, потому что сейчас же начнут писать в комментариях, что вот сидит такой упитанный, наверное, озолотился на АТО, наверное, нигде не обонимаешь, да? То есть я пытаюсь опередить вот эти вот комментарии. Мне как-то, знаешь, порой даже смешно. Обычно про это говорят. Блядь, как помнишь, у тебя один мне все, ящик боеприпасов, там, кражу ящика боеприпасов, подписывал, что я с Петровым поругался, когда таким есть, блядь, тыловым воином, офицером, который на груди рубаху рвет, что я ящик боеприпасов украл. Я так вот, блядь, реально, это настолько спешно. Командир ВОПа, имеющий, блядь, по 30-40 ящиков боеприпасов, украл ящик. Это, блядь, это... Чуть 10 не говорят. Хоть бы раз сказали, 10 украл. Я бы сказал, да, это я. Потому что, что-что, боеприпасы на складах я пиздил. Мне всегда их не хватало. Почему-то, я вот, не знаю. Так что за ситуация вообще? Вообще ситуация была такая. Я перешел в 37-й батальон, короче, там после минуты 23-я наш вышел на ротацию территориальной обороны. Было большое количество дезертиров. И было такое предположение, что, возможно, нас, короче, расформируют. И я знал комбата 37-го батальона, попросился, короче, к нему. Говорю, можно к вам, потому что вдруг они уходили на фронт. Он меня взял, засунул в состав разведгруппы вместе с моими парнями. И нам перед выходом половину группе дали, половину не дали автоматы 762. А их, короче, было настолько мало боеприпасов к нему, что, ну, это был дефицит. 545, если было много, то 762 было мало. Ну, и, как бы, когда мы заходили под Авдеевку и под Авдеевку, мы перенимали склады 93-й регали. Чтобы ты понимал, там, такую, фу, здоровая херня, короче, ферма. Вот так вот склад, ящики, какие хочешь, боеприпасов. Это настолько много, жавные глаза хозяина украинца разбегаются. Естественно, я эти боеприпасы дала, пока не учтенную машину грузить, короче. Кладовщику, который принимал, сдавал, объяснял, пацаны, нужно. Они говорят, все, бери, короче. Мы забрали. И потом, через какое-то, может быть, время, я хочу тебе напомнить, что боеприпасы не были учтены, на самом деле. Мы зашли, короче, в расположение этого склада РАУ, короче, там Хантер был, командовал. Я зашел к нему, говорю, Хантер, нужны боеприпасы, 7-62, у нас, короче, заканчиваются. И он говорит, бля, ну возьми там ящик 2, а потом пусть командир взвода зайдет, короче, и напишет этот, выпишет боеприпасы, там, ящики или 2. Мы зашли с Крюгером, с Вова из Киева, кстати. Очень интересный человек, я советую с ним пообщаться. Мы зашли, взяли 2 ящика и пошли в расположение. Отдали патроны, короче, и куда-то там уехали. А потом уже со временем, когда я начал ругаться с этим батальоном, когда увидел там, что на самом деле творится, вот они мне, короче, вменяли преступление. А сам вообще прикол вот этого придуманного преступления происходил в машине. Едет, короче, водитель хомяк, сзади сидит комбат, короче, этого батальона, и с ним сидит, короче, спонсор с Киева, позывной Флинт, кажется. Флинт, Флинт, фамилия Флинт, позывной. И он ему говорит, слышишь, давай, короче, ему ящик с боеприпасами придумаем. Он говорит, да хуй ты придумаешь, говорит, ебать, его ж все равно, говорит, за это не наклонишь, это ж недоказуемо. Он говорит, да ну все равно, главное, чтобы поднять кипиш, короче, что он не такой хороший, что он боеприпасы украл. Ну, естественно, позвонил мне, блядь, водитель этой машины, эту историю рассказал. И они приезжают по Вдеевку, я подхожу, говорю, так а что вы ящик вешаете? Вы давайте хотя бы 10, там, 20, 30, чтобы по-крупному пойти, короче. Я не понимаю, при чем здесь этот Петров? Петров же это блогер такой известный, патриотичный у нас, правильно? Да, а Петров вот эту вот историю взял, короче, как мой грех большущий, самый большой в мире грех. И когда, короче, он, ему нужно меня обстирать, если я ему высказываю за что-то, он обязательно пишет, что я украл ящик. Это исходит из ваших терок в социальных сетях. Да, да, да. Нет, почему? Какие-то у тебя претензии, он тебе контрпретензии какие-то высказывает. Да, вот так вот я украл ящик боеприпасов. Все-таки почему ты сейчас оказался в тылу, где ты находишься? И какое вот на данный момент к вам отношение? Что-то изменилось с приходом вот Зеленского после Порошенко? Мы все сдаем, и у нас капитуляция, у нас зрада, или что происходит? Давай, почему ты оказался в тылу, где ты находишься? В 2018 году получил контузию последнюю. Уже подумал, что я сильный старт для войны. Честно, испугался. Просто уже последнее понял, что, знаешь, как был звоночек, что в следующий раз, возможно, без башки останусь. Оттарабанился в госпиталь, друг пригласил меня, короче, служить. Он там уже служил, пригласил, короче, в тыловое такое, блядь, подразделение ДССТ, короче, Державная специальная служба транспорта, говорит, давай, короче, здесь послужишь здесь, потому что с военкомата постоянно достают, короче, то переподготовки, то ли что. Пришел, работы нету, по сути, короче. Там, где я раньше работал и зарабатывал хорошие деньги, уже я не нужен, короче. В общем, вот так вот. И я пошел туда. Служить, скажем, как комбриг, командир бригады, ветеранов. То есть надо понимать, что до АТО ты зарабатывал лучше, чем ты зарабатываешь. Конечно. Не ради бабок, как бы. Ну, в следующем я имел тысячу долларов в месяц до АТО. То есть мне, в принципе, хватало. Я не пью, не курю. Довольно-таки неплохо жил, мне это все устраивало. И когда прошел, уже, скажем, такая сумма мне не светила. Максимум баксов 200. Ну, а что ты не кричишь, не бьешь себя в грудь, что ты там пошел Родину защищать? Что ты об этом везде не... Я нигде не вижу, чтобы ты этого делал просто. А кому это надо? Мне нет. У меня жена говорит, ты... Послушай любого патриота медийного. Послушай их. Они это повторяют там в каждом своем интервью, в каждом эфире по 10 раз. То есть они этим вопросом манипулируют. Они его ставят всегда вперед. Ну, значит, они... Я пошел за это. Они были другие цели в таком случае. Если они... Знаешь, я всегда говорил, что больше всех слава Украины кричат те, кто ворует больше всех. Есть такое мнение. А я просто выполнил свой долг. Я начинал с Майдана-Запорожья. То есть еще с марта-апреля месяца. Когда нас зимой, не помню, в феврале или когда разогнали. Первый раз Беркута. Я потом начал с Майдана. И когда все хотели, что мы создать свои батальоны, пойти, все не получалось. Я не выдержал в один день. Просто пришел в военкомат и сказал, все, подзадолбало, давайте. Мне сказали, ты старый поц, у которого куча переломов, короче. Всякой херни, ты в армию не годишься. Я сказал главе комиссии, не пойду в армию я, сделаю так, что пойдет в армию ваш сын. А я человек настойчивый, я добьюсь этого. Он сказал, все, вы годный, можете идти. И я так и шел в армию. Я понял. Для тебя это что-то само собой разумеющееся. Да, это просто можно было это сделать. Потому что если бы я этого не сделал, мне перед седьмой было бы стыдно. Я понял. Сейчас зрада у нас? Ну, сейчас я в армии вижу страшное что-то. Не знаю. Я все пытаюсь увидеть хорошее. Но вот я пришел в войска. Я служу, допустим, вот я прошу тебя, расскажу. Командир бригады, в которой я служу, катошникам, относится с уважением. То есть он нас уважает за наш поступок, что мы пошли к нам. Он вообще четко относится. Дай бог, короче, и дальше так будет продолжаться. А вот те, кто сидят в Киеве, они нас ненавидят, короче. Приехал с комиссией начальник медицинских войск наш караед, караход, блядь. Я не, сука, не помню. Безьяны, да. И вот он прямиком мне в лицо, короче, заявил, что таким, как я, в войсках здесь не место. Когда я у него интересовался, каким, это он имел в виду ветеранов АТО, короче. Ну, вам здесь не место, вас туда гнать надо, короче. Ну, потому что мы падаль, который говорит то, что думает и не боится при этом. То есть он ставил, оскорблял ЗСУ, он говорил, что в ЗСУ только конченые алкаши, что вы не воевали, что вы, короче, блядь, только бухари там сидели. Когда я ему сказал, что если бы вы так в ЗСУ мне сказали, я бы вам челюсть сломал бы. Он побежал к генералу, на него жаловался. Потом приехал второй такой же любитель Марченко, там, начальник кадров войск, который моего друга Атошника там тоже оскорблял, пытался. Но он человек более воспитанный такой, он ему просто объяснил, что на вас смотреть не буду. На что он написал там заключение во время проверки, что он нервный, что он дурной, что его проверять надо. И, в общем, эти офицеры два нажаловались к генералу, короче. И тот начал требовать моего комбрига нас уволить по статье с армии. Потому что, ну, как бы, мы не залетов нету, мы нормально служим, вообще к нам претензии нет. Ну, вы сейчас продовольствием занимаетесь, правильно? Мне историю рассказывают, градусниками вам там что-то проверяют. Да, да, да. Не-не-не. Ты, может, слышал, короче, Шерлан построили, короче, на днях информацию, что Шерлан полигон построен, короче, наконец-то. Это наши войска сделали. То есть мы строим и... А, стройбат, грубо говоря, стройбат. Да, но еще также охраняем объекты в зоне АТО. То есть мы выезжаем, у нас есть некоторые объекты, которые мы там выезжаем охранять. А также большинство своего мы занимаемся сейчас, на данный момент, постройкой казарм. Вот это вот, все, что в войсках, строим мы сейчас, по сути. Ну, мы стараемся не сильно там все это афишировать. Больше там, как бы, работаем, блядь, когда с тыла нас видно, как говорится, и все. А так, блин, ну, Воздвиженка там, Алексеевка там, Кривой Рог, Черкасская. Это полигоны, короче. Мы строим там городки новые. Строим казармы. Строим, короче, жилье для офицеров, короче. В общем, экипажем по 24 часа в сутки, по сути. Вот моя бригада, моя бригада с моим комбригом является... Мы самые большие построили запасы. Я просто вспомнил про этот градусник, напомню, это к повару, к вашему подошли там что-то. Нет, это подошел ко мне. Начальник медицинской службы говорит, а вы когда моете посуду, говорит, вы как замеряете воду? Ну, я возьми ляп, не говорю, как для детей, локоточком. Он говорит, а у вас должен быть специальный градусник, где вы должны замерить температуру, только с определенной температурой вы можете мыть посуду. Я посмеялся, он говорит, а почему у вас повар без бахил? Я говорю, фронтовая зона, бахилы, вы сами понимаете, что вы говорите. И вот все в этом тексте, понимаешь, вот это вся совдепия. Классный пример, да, такой просто. Да, и когда ты человеку говоришь, что вам ничего, что война 5 лет длится, какие бахилы, какие у нас, говорю, нету ни одного кишечного заражения в нашей бригаде, допустим, за последний год, ни одного. То есть у нас все ровно, у нас все нормально, за всем наблюдается. Он говорит, это не важно, что у вас в вашем вонючем ЗСУ было. Вот здесь, вот здесь, будет так, как мы хотим. Понятно, понятно. Ну и про зраду. Зрада, капитуляция, все такое. Сейчас есть зрада, капитуляция? Да хрен его знает. Не знаю, как стояли так пацаны, и как с кем не созваниваются с фронтовиков. Да, стоим, да, там, постреливают снайпера, стоим на тех же позициях. Слава богу, что убитых не так, как было, там, 1-2, ну, я не знаю, просто. По крайней мере, я звонил 54-ку, мне говорили, пацаны, нормально. 53-ю звонил, мне сказали, пацаны, нормально. Ну, я понял. Я теперь скажу другое. Зрада, это когда Иловайск, Дебальцево, Даб, вот это была зрада. Когда высокомотивированного солдата, который ушел защищать родину, кидали в говно и специально убивали его. Сейчас дойдем до этого. Я понимаю, что с учетом вышеназванного, ты уже не особо сильно гордишься тем, что был у нас главнокомандующий Петр Алексеевич Порошенко и его, в принципе, достижениями на этом посту. Ну, вот сейчас Владимир Александрович Зеленский, молодой, ни с кем не аффилированный, не связанный. У него монобольшинство, он главнокомандующий. Вроде бы должны пойти какие-то подвижки, но явные, да? Что-то явно должно начать меняться в лучшую сторону. Ты можешь назвать мне такие вот вещи, которые стали явно меняться в лучшую сторону? Ну, смотри, в наши войска за последний месяц было выдано 5 новых машин для работы. Новых, импортных. Ребята, стройте. Ну, это не, это спроси любого парохобота, он тебе сейчас тоже начнет. Чего бы ты расскажи? Не-не-не, за всю войну до этого года ни одной машины не было в наших войсках. Ни одной новой. Я не видел, не слышал, спрашивал, нет. Сейчас именно зашло 5-6 новых машин для дальнейшей работы. Сейчас мы берем еще объекты в зоне АТО. Это, подожди, это первое. Второе. А как ты себе видишь изменения войск инспекциями генералов и полковников штаба? А я тебя об этом и спрашиваю. Если Владимир Базеленский... Генералы и полковники штаба, главным образом, они как-то изменились? Это пришли люди сейчас, это же должны были прийти сейчас люди, которые, люди, которые разбираются, понимают, из ваших, да? Для того, чтобы что-то менять. А если осталось, ну, раз уж у нас уже без цензуры вся та пидоросня, которая была и раньше, то как может что-то поменяться? Ничего не изменится. Понимаешь, я тебе сейчас скажу проще. Вот если, допустим, ну, я-то, конечно, фантазия, блядь, я тебе... Вот, допустим, меня, главу комиссии, неважно кто, дают направление, поедь там в 54-ю бригаду, 53-ю фронтовую бригаду, проверь, как там живут, как там дышат, и все это на бумажке принеси. А конкретно покажи, как надо это все менять, напиши. Я бы приехал бы не в штаб бухать к девкам, я бы поехал по ВОПам, покатался, походил бы пешочком по ВОПам, поразговаривал бы с пацанами, поговаривал бы со старшинами рот, они бы мне рассказали, чего не хватает, кто виноват и что делать, я говорю. А потом вот с этой бумажкой я приехал бы и сказал, рекомендую сделать вот это, вот это, вот это. И вот это все мои недочеты отправил, положил бы в Фейсбук и сказал бы, обещаю зачеркнуть те места, которые впоследствии будут исправлены. Но этого же не будет никогда. Почему? Потому что это не нужно. Не надо им менять армию, им нравится то болото, что есть. Ну, я думаю, на самом деле, я думаю, на самом деле, что просто Владимиру Александровичу не хочется слышать таких людей, как ты. Владимиру Александровичу не хочется слышать таких людей, как я, и вообще обыкновенных людей. Они там наделали себе блогеров-долбоебов в Фейсбуке, которые, высасывая из пальца, пишут какие-то небылицы, писатели-фантасты о достижениях новой власти. А где такое цель? Добьются этим? Вопрос к чему? Ни хера, не изменится, Олег. Вот так же, ни хера, реально не изменится. Не изменится. А знаешь, почему? Потому что Владимир Александрович подходит к какому-нибудь своему коню и говорит, а надо, короче, промониторить вот это вот направление. Займись вопросом. Он берет такого же дебила, которому нахрен, по сути, ничего не нужно. Ему главная зарплата и все остальное. И говорит, промониторь. И тот, не выходя из кабинета, лазая в Фейсбук, и видит, как все хорошо на самом деле. Главное... У них же там 10 блогеров-то своих пишут. В наших нужных группах быть картинки там с дорогами какие-то там. Да-да-да-да. Нет, дороги, кстати, с логовым. По 100-500 раз одно и то же. Да нет, сделали пару дорог, сделали пару мостов, я же не спорю. Игровой бизнес легализировали, это, я считаю, неплохо. А еще пару неплохих законов. Ну, это ж... Называют, короче, Зеленского по заглаза в войсках. Вова Дорожник. Ну, знаешь, очень хорошо говорили немцы, хорошие дороги нужны для того, чтобы наступать. А мы куда-то наступать собираемся. Нет, я не говорю, что он там плохой. В отличие от Порошенко, он много сделал хорошего. Тот в одну харю хавал. Этот не воруют, по крайней мере, хоть. И делают для страны. Этот не воруют, а его ж-то воруют. Ну, его ж-то да. Но вопрос. Когда-то был у меня разговор с одним волонтером. Извини, сейчас расскажу тебе короткую историю. И он мне... Переписывались в Фейсбук, и он мне рассказывает. Говорит, ой, Зеленский хорош, помогает армии. Я ему говорю, класс. А в чем именно помогает? 50 с лишним машин отправил в войска. Я говорю, класс, короче. А куда конкретно? Вот я слушаю 54-й бригаде. Куда ты конкретно машины привозил? И он мне говорит, там, привозил в 25-й батальон Киевская Русь. Там, в Донбасс, короче. Я говорю, а что ты не привозил в расположение роты? Вот рота есть. В роту привез бы, джип сказал бы, на тебе, командироты, машину. Чтобы ты там мог что-то для своих делать. Отвезти в отпуск, свозить за продуктами, что-то еще решить. А он взял круглые глаза. Знаешь почему? Да некрасивая картинка вот такого толстого гибальника, как у меня, возле машины. Гораздо красивее. Это же когда хоккеист наряженный с наколенниками, налокотниками, где-нибудь в добровольском батальоне, сфотографировали его. Такая разница, у них 30 машин на весь батальон, а у нас одна или две. И то, какой-нибудь москвичий, какой-нибудь Жигули, с водатами купленные. Вот оно все, понимаешь? Вот так оно все и лезет. Зеленский-то дает эти деньги на машины. А вот волонтеры действуют так, чтобы это было красиво. Чтобы это был бы пиар. Что такое завести в пехотное подразделение, отдать машину? Я тебе скину фотографию, у меня был чип на фронте. Я тебе скину фотографию, где он у меня стоял. Он у меня стоял в грязи, вот так, в капонире, в говне, вот так, весь грязный. Но это был мой. Я взял у жены деньги и купил его за 2000 долларов, не растаможенный с Луцка пригнал. За 1900 или 1800 мне скидку еще сделали. Я его пригнал с Луцка и кинул к нам, потому что нам реально, вот, даже в отпуск, не на чем было пацанам поехать. Надо в отпуск ехать. Он вышел, бедный, на дорогу. И как ему ехать? Вот я купил машину, чтобы хотя бы в магазин скупиться, поехать. Что-то еще, блядь, раненых вывозить, блядь. Хватало для тех целей машины, всегда это и хватало. Ну, нам. Я ушел, когда в 18-м году ушел с фронта, я сделал капремонт, там, поремонтировал то, поремонтировал то, поремонтировал то. И за 50 тысяч ее подал 128. За бесплатно не хотел, потому что все-таки мои деньги. Ну, обидно. Ну, понятно. Капремонт двигателю сделал. Понятно, да, то есть, да. Ладно, давай к хронологии тогда, наверное, возвращаться к нашей, да? В общем. Оф, секундочку, да. Август 14-го, бои за Иловайск. Это же не один день все происходило. Это же не один день раз хлоп и котел. Вот Иловайск, и как это вообще все началось, если ты знаешь? Ну, я там не был, примерно догадываюсь, рассказывали друзья, короче, многое. Иловайск начал с Анистрат. Там была подготовка. Сперва они подготавливались для того, чтобы, короче, наших туда втянули. Когда наши войска подошли к Донецку, там батальоны Донбасс и все остальные. Уже готовы брать Донецк были, уже наши войска подходили к Луганску, короче. Надо было их как-то, короче, отвлечь. И их развернули и кинули в Иловайск, где уже были готовы русские войска. Они уже завершали постепенно-постепенно уже окружение этого всего района, короче. Ну, мотивировали, насколько я помню, этот вывод, короче, с поддонецкой и Луганской переброску. С тем, чтобы перерезать ключевые дороги, чтобы не дать возможность русским поставлять технику и наемников, короче, на территории Украины. Наши взяли Иловайск, выкинули с Иловайска, вышли, зашли. Это, короче, была такая вот история с Тягомотиной. Вместо того, чтобы кинуть более профессионально войска, там более правильно распределить, был полный хаос. Никто, по сути, ничего не знал, взаимодействия не отсутствовало полностью, короче. Каждый, что хотел, то и придумал, короче. Этот бардак был специально хаос сделан для того, чтобы убить, короче, самое лучшее сопротивление украинских войск. Это вот на тот момент там находились ребята, там Донбасса, на которых равнялись все, короче, и было такое. И все это было только для того, чтобы уничтожить высокомотивированных солдат. На тот момент там было, блядь, такие бригады, как 92-я, там, я всех точно не знаю, там были и добровольческих много батальонов, и Азов, и Карпаты, короче. И Днепр, и 51-я, вроде бы, короче. Там очень много, даже пограничники пацаны там были. Друг у меня, короче, этот, побратим, мы с ним столкнулись с 41-м патриотом, он был в школе, короче, спортивной. Армейская какая-то там, я не знаю, точно, как-то, как раз, Скольз рассказал. Даже их задействовали для перевозки боеприпасов в Иловайске, туда, котел, короче. Пацаны по 17 лет, короче, с автоматами сопровождали колонны, короче, с оружием, и все такое. Ну, вот, в общем, такое. И все это было только сводилось для того, чтобы заблокировать и уничтожить, и все. А Порошенко это просто помог русским, да, и все. Он вернул, загнал, и все. И таким образом завершил полное, блядь, окружение. И потом придумали себе каких-то две дороги зеленых, по которым якобы могут выйти. Но на самом деле там, блядь, все было к тому, что их просто уничтожали на выходе. Пацаны... Подожди, у нас 24-го многие говорят о праздновании Дня Независимости. Ну... Туда было много стянуто техники и использовалось. То есть, вообще, очень пышный был парад, на самом деле. Да. Спойлотом... Знаешь, я вспомнил прикол, когда Зрельский не провел парад в этом году. Кричали, короче, что, ну, конченый там, такой-сякой не дал, короче. Ну, это человек решил вот так, не тратить там, сколько там, сотен миллионов на парад, чтобы не отнувать бабки эти. Понятно, это нормально. А в тот, он конченый, по их словам. А Порошенко за то, что войска, которые участвовали на параде, не кинул в деблокацию, короче, котла, а кинул на этот, на парад, оказался хорошим. Я не понимаю эту логику, короче, прохабудов. А ты ее не поймешь, потому что они полностью конченые люди, живущие в полностью перевернутом мире. Да. Ну, вот Таня Черновол, по ее мнению, например, Славян защищал не доброволец украинский, а Пашинский с пистолетом. Он стоял там вот на передовой, защищал, по ее мнению. По ее мнению, торнадовцы, например, там, детей, я даже не хочу эти слова даже честно произносить, потому что они хуже, чем нецензурные, понимаешь? Но это видео с этими детьми, она так и не предоставила до сих пор, хотя она об этом говорила. Понимаешь? Ну, и я много с этими людьми общаюсь, я много с ними говорю, я им задаю вопросы о том, слушай, ну при Порошенко что же там, 8 тысяч с лишним тошников получили подозрение? Да нет, говорит, никто ничего не получил. Вот конкретно вот Рифмастер, да, хотя я ничего плохого не скажу, ни о Рифмастере, ни о Кузьменко, ни о Дугарь, ничего плохого не скажу, но конкретно вот это их пара работала, вот это конкретно политзаключенные, а все остальные это же так же, понимаешь, побелить, покрасить. Вот, поэтому ты и не логики их не поймешь никогда. Я не знаю, короче, за Рифмастера, короче, ну, честно, многие отошники зажрались участием в войне, и они посчитали себя, короче, богами. Ну, что хоть, то и делаем. И нас наказать нельзя, потому что я был в АТО. Может быть, что-то он сделал, я не знаю, может быть, не сделал, тоже не скажу. Насчет торнадо, я их не знаю, знаешь, у МВДшники. Все истории, может быть, когда-нибудь правду мы узнаем, но пацаны сидят... Олег, слушай, правду, может быть, мы когда-то узнаем, может быть, никогда не узнаем. Я тебе говорю о том, что то, что о них есть в информационном поле, то именно на чем им сделали имя маньяков, все это не подтверждается ровным счетом ничем в общее. Это тупо был информационный вброс для того, чтобы закрыть конкретно эту группу, потому что она мешала. Вот это то, что я знаю. А ангелов каких-то там я из них не делаю, там, хороших, плохих, нет. Я только знаю, что их вообще официально в обвинении не обвиняют в том, о чем говорили по телевизору. Все подряд причем. Оппозиционеры, патриоты, все просто. Этого нет просто. Знаешь, что наш закон украинский, особенно если в этом замешана армия, есть такое выражение, обратной дороги у нас нет. Вот если они уже совершили, посадив их, они никогда не согласятся с тем, что они не виноваты. У нас нету силы обратной, понимаешь? Они посадили, и они будут остаться из последних сил, короче, давить, 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 доведут до того, что 10 лет, короче, они отсядут, а потом скажут, су, приговорят их 10 лет. В связи с тем, что отсидели, они свободны. Вот так вот будет. Вот я тебе могу сказать. Ну, чуть-чуть там даже иначе. Там чуть-чуть иначе. Там, если коснуться этой темы, там, им же ждали, дали за то, за что их там первый раз судили. Им же ждали там срока там определенные. Но прикол в том, что они что сидят, попадают под закон Савченко. И то, что они в СИЗО, это же у них там еще же день за два получается, клепается. И уже там несколько человек из этих пацанов, которые их закрыли, уже с этим всем пересчетом, и с тем, что им там навылили, они уже должны были выходить на свободу. Что они делают? Они собирают торнадовцев в одной хате, в 1-4-8. Большая такая хата, там сидят бывшие сотрудники, бывшие служащие на Лукьяновке. И якобы ознакомить их с делом. Вот, они якобы сидят, сидят, знакомятся с делом. И тут к ним начинают ломиться маски. Все, мы вас вывозим, развозим по лагерям, по зонам везде. И начинают ломиться, то есть там происходит такое вот противостояние. В результате их выводят якобы одному из масок, которые к ним заломились. Что-то там где-то, царапинку какую-то поставили на ноге, или там еще где-то. Ну, в общем, непонятно вообще, что это произошло. Но им инкриминируют бунт в СИЗО. Бунт в СИЗО. Бунт в СИЗО. Бунт в СИЗО. И вопреки СИЗОшным правилам, во-первых, подельников свели в одну камеру. То есть это уже по сути нарушение, да? Для того, чтобы всем им потом инкриминировать бунт. И их сейчас судят за бунт. Соответственно, по первой идее тех, которые должны были выйти, их никого не выпускают, потому что сейчас их судят за бунт. И мера пресечения им уже избрана за этот самый бунт. Понимаешь, да? То есть еще сложнее. Еще сложнее. Не просто так посудили, пожурили и забыли. А как бы эта вся тема продолжается. Поэтому да. Но если спросить у Парахобота, а я спрашивал у Парахобота. Хотя они, конечно, кричат, что нет, мы не Парахоботы. Ну, вот эти вот, которые не капитуляции, ходят постоянно все вместе. В том числе и с Парахоботовскими ребятами. Они, конечно, скажут, что они не Парахоботы. Но я его спрашиваю. Говорю, слушай, ну вот о торнадовце, это политвязь, да? Вот в режиме Парахобота. Как ты думаешь? Он говорит, а что, в милицию можно стрелять, по-твоему? Я говорю, подожди, какая милиция? Ты о чем? Ну, торнадовец там стрелял в милицию, в милиционера. И за это они сидят. Я говорю, дружище, что ты вообще несешь? Тот человек, о котором он говорит, осужден к пожизненному лишению свободы, хрен знает когда, и за него вообще речи нет. Там действительно была перестрелка, начали ее вроде как менты, но тот тоже стрелять права не имел. В YouTube попала запись там, где стреляет именно он. Короче, его посадили, уже давно и забыли. К торнадовцам, которые сидят, это отношение вообще никакого не имеет. Но, если спросить у Парахобота, они уверены, что по-любому виноваты. А что ж, по телевизору же говорили. Зокрема, один из торнадовцев, он же стрелял, здаясь, что вбив полицейского. Там ему не инкрименуют, чтобы полицейского вообще. Ну, слушайте, человек вбила полицейского. Ну, типа, это не нормально. Так как бы он вбил полицейского, ему инкрименовали, что он вбил полицейского. Ему не инкрименуют. Ну, это не рассчитывается, так? Вы из кого ЗМИ? Я Володимир Жолкин. Это мой блог, я делаю для своего канала відео. И, в принципе, если вы были подписаны, вы посмотрите, у меня есть в видео «9 обвинувачений для торнадо». Там расписано, какие 9 обвинувачений именно им инкрименовали. Тобто, якщо він когось вбивав, то це має бути йому инкрименовано. Якщо йому це не инкрименовано, це просто розповіді про младенців і про все таки інше. Стоп, він стрелял полицейский, почти нет. Такого немає. Немає в обвинувачений такого. Это сказка и леген. Это факт. А вот их политвязни, вот это вот настоящие, понимаешь, политвязни. Поэтому логика, ты говорил про логику, я не могу понять их логику, не поймешь ты их логику. Люди живут тупо в перебернутом мире. Все. Как им удобно, так они свою логику устроят. Это я как раз тоже с одним парохобутом общался. И он мне говорит, сейчас типа не капитуляции, сдаем Украину. Я говорю, назови конкретное место, где мы отдали хоть один город. Да, это не важно, мы Украину и так сдаем. Ну, понятно, назови место, где мы сдаем. На это ты понимаешь, это вообще Украину сдаем. Я понял, говорю, где сдаем место хоть какое-то. Не важно. Один аргумент он мне привел, я не нашел, что сказать по этому поводу, потому что просто я не слышал об этом. Я подумал, может быть, это есть, просто я о нем не читал. Вот тебя еще спрошу. Что якобы в плане Кравчука по переговорам, ТКГ, я так и не нашел этого, есть план отвезти наши войска, которые стоят на передке, не просто при разводе войск, что вы налево, мы направо, а отвезти их прямо в зону расположения, в части свои боевые. То есть куда-то там, по городам в Украине. Такое вообще, ты слышал такое? Нет, такого даже не может быть. Это просто не может быть. Вот они думают, что так вот сейчас планируют сделать. Кто планирует? Это по ихнему мнению? Кравчук, наша сторона в трехсторонней контактной группе. Тогда пусть, короче, в таком случае они вспомнят про батальон, который с-под Дебальцева был выведен, блядь, на учение, нахуй, якобы, который занимал, блядь, я все забываю, этот поселок, сука, я дал возможность окружить, короче, Дебальцевским котелом. Вот это в действительности был вывод, блядь, батальонов подразделения, таким образом, блядь, завершить окружение Дебальцевского, под Логвинова. Там стоял батальон, охранял Логвинова, ему дали приказ выйти на учение, и через несколько часов зашить до Сепарой, завершилось окружение Дебальцева. Вот это, блядь, ихняя история, которую они не хотят рассказывать. Хорошо, а Донецкий аэропорт, это же было еще раньше, это было еще перед Дебальцевым, и даже было перед Иловайском, это май, получается, у нас. Вот Донецкий аэропорт. Нет, самое большое, май, это было так, они зашли, захватили, все, и там была такая тишина, лето, тишина, так не очень там все-таки было сильно, а уже самые большие бои, это была зима. Донецкий аэропорт представлял какую-то особую, особенную стратегическую важность за него, вот так. Это Донецкий аэропорт, это проявление силы духа украинского солдата. Это я понимаю, это я понимаю. Но можно ли воевать, правильно ли это? Я даже не знаю. Нет, правильно, правильно. Правильно воевать за любой кусочек украинской земли, мы, понимаешь? А если это, если это целесообразно? А если мы понимаем, что окружены там со всех сторон? Если там, мы, Капкан. Ты можешь себе представить более сильного места, где украинские солдаты наказали все самые элитные, блядь, спецназовские войска в России? Десант Кубинки наказали там, Вымпел наказали там, спецназ Морпехов, блядь, наказали этот, как он там называется, блядь, не помню. Мы наказали самые элитные войска там, мы разбили все самое элитное, что к нам не присылали. Чеченских боевиков с настоящего востока, и кто там наклонили? Хорошо, это было. Да, окей, я просто рисую тебе. Вот Донецкий аэропорт. Это неважно. Вот Моторола здесь стоит. Вот здесь вот Моторола стоит. Это неважно. А мы едем сюда, через Моторолу, где нас обыскивают нас. Наши командиры наклоняют голову и дают себя обыскать. Да. Что там нам? Такие-то патроны можно, такие-то патроны нельзя. Такое-то оружие можно, такое-то оружие нельзя. И в таком-то количестве это мы едем защищать Донецкий аэропорт. Это как вообще этот абсурд можно вложить в голову, объясни мне? Ну, это тебе нужно посмотреть, кем эти офицеры стали в дальнейшем. И как они продали свою честь для того, чтобы совершить такое преступление. И такое унижение для украинского солдата. Было два пути. Одно вот так унизится, а второе 50 на 50. И люди выбирали 50 на 50 для того, чтобы не унижаться. Вопрос не в том. Это власть наша продавала нас. А уже как мы действовали, это совсем другое. Так я понимаю, так может быть было все-таки более целесообразнее выйти оттуда. Ведь можно же было выйти оттуда. Нет. Я тебе просто объясню, ты не военный, я тебе объясню обычную математику. Вот мы имеем с одной стороны 100 солдат, и с другой стороны 100 солдат. И они воюют. И каждый раз эти войска редеют. Вот чем больше мы их там убиваем, тем больше их остается в другом месте. Так война сложена. Это не важно. Для украинских солдат, ты любого возьми, тех, кто был в Салавайске, через этот Дапай, скажи, имел какой-то смысл? Он скажет, да. Почему? Потому что мы их там убивали. Вот чем больше мы их там убивали, тем меньше их было в другом месте. Вот так вот я считаю. И это не важно. Ты не поймешь, это не важно, как там было окружено или не окружено. Это проявление мужества украинского солдата. Там не было парохоботов. Там были солдаты, там не было зеленоботов. Там все воевали, брат и брат рядом. Все. Волонтеры. Моя больная тема. Все это знают. Да, я не знаю, как правильнее к этому подойти. Я понимаю, что все волонтеры хорошие. Я понимаю, что волонтеры, они все хорошие. Моя больная тема, нет. А были ли те волонтеры, которые себе помогали больше, чем украинской армии? 80%. Не буду называть. Подожди. Я все время на всех акциях вижу такой мужчина. Мирослав Гай. Правильно говоришь. Он же волонтер. Правильно я понимаю. Он все время в камуфляже ходит. Он, во-первых, все время ходит в камуфляже. Его постоянно, когда вызывают быть спикером у микрофона, говорят, что это участник боевых действий. Я было хотел как-то подойти и спросить, слушай, а какой же, извините, вы участник боевых действий? А потом я такой себе раз, а он мне сразу скажет, что я... Кстати, у меня случайно ручка «Слуга народа». Это ни о чем не говорит. Это с выборов. Я сам сейчас увидел. Вот, видишь? Да. Да, так я хочу, хотел к нему подойти, а он мне скажет, а я вот волонтер, я больше помог, чем иной военнослужащей армии. И как, ну что мне сказать ему? Поэтому я не подхожу, как бы ничего не спрашиваю. Ну, на твой взгляд. Ну, смотри, я тебе приведу пример нескольких волонтеров, а ты потом сам поймешь. Вот у меня есть, короче, волонтер такой, Чучко Коля, позывной Махно. Это Таврийский обоз, он входит в состав Таврийского обоза, волонтерского движения. Вот они все работают, все работают. У них работа, у них у кого-то фирма, у кого что-то, они работают. И вот с денег, которые они дают сами себе и которые собирают у людей, короче, они занимаются волонтерством. Есть такой у меня Эдик Хатмулин, короче. Это с Константиновки волонтерская группа, Восток-Запад, что-то такое, короче, не помню. Вот они, он тоже работал, у него своя фирма. Уже, кстати, очень-очень поредевшая, потому что он много кидает на волонтерку. Коля, кстати, Чучко вообще свой бизнес проволонтерил, весь туда отправил, короче. Это тоже очень сильно упал в бизнесе. Это волонтер. То есть это настоящие волонтеры. Это те, которые, короче, волонтерят и за свои деньги, и за то, что им народ издают. А есть Гай. Ты поинтересуйся, где человек работает. Он нигде не работает. Но он живет 5 или 6 лет. Откуда я не знаю. Наверное, ему как Кадырову, блядь, Аллах дает сверху. Возьми, к примеру, Рыжую, Мирошничетка. 17 орденов и медалей. Да. Она нигде не работает. Я его вот так вот видел. Да. Она нигде не работает. Такая же фигня. Есть у нас тут Запорожье снайперша одна, короче. Нигде не работает. Есть деньги. И все вот эти люди, все вот эти люди пошли на выборы. За какие деньги, никто не знает. Вот это вот волонтеры. Это разница между волонтерами. Понимаешь? Волонтеры это человек, который отдает. Они зарабатывают. А вот самое интересное. Один, короче, с волонтеров, короче, Зеленского, приближенных, когда-то, сейчас скажу правильным языком, пиздоболища, вякнул такую тему, что я открою, короче, фамилии тех волонтеров, которые сидели на госбюджетах. Но, сука, мыша до сих пор этот список не озвучил. И когда эта мыша позвучила об этот список, то было видно тех, кто сидел на дотациях. То есть ему заходит 100 тысяч, а по закону... Уже Зеленского волонтер, да? Да, это был человек его. И который, короче, обещал этот список сдать. И Зеленскому не надо доказывать, кто волонтер, кто нет. Ему просто нужно этот список показать людям. Потому что, согласно их правилу, заходящие 10% принадлежат ему. И они берут их. Подожди, есть правило такое? Там написано у них, что 10%, короче, их... Не помню, где-то я вычитал такую брехню, но я вычитал где-то. Так вот, короче, люди, которые... Понимаешь, разница между чем? Разница между тем, что они получали от государства деньги. Если к тому же Коле Чучку, когда он стал депутатом, к нему подошли и сказали прямым текстом. Мы говорим, давай мы будем помогать армии через тебя. Он говорит, как? Мы тебе даем 200 тысяч, к примеру, на армию. А ты там, блядь, покупаешь на 50, а остальное нам и себе. И все. А он такой мужик прямолинейный, такой горячий, сразу их нахуй послал. Естественно, он такой ненужный, короче, и такой не сильно депутатам он нужен, как говорится. В всех местах его обходят. Так что вот волонтеры, это такое понятие. Посмотри на этих волонтеров, как они жили до войны, как они живут сейчас. Все будет понятно. Я знаю несколько волонтеров, которых я уважаю. Это вот Хатмулин, это вот Коля, короче, Махмур. Вернемся к Келовайску. Смотри. 28 августа появилась информация о переговорах и о том, что готовится зеленый коридор. Дело в том, что изначально планировалось, что выход начнется еще до полуночи, но затем его перенесли на утро следующего дня, 29 августа. Не подготовились, наверное, русские были не готовы. Давайте оттянем время, блядь. Там это, Петя, мы не готовы еще. Давай там, блядь, нормально, мы артиллерию подтянем, как раз, блядь, чтобы нормально работало. Ну, короче, я понял, версия такая, да? Да, как еще может быть. Ну, что еще может быть с Петюней, блядь? Ну, только так, только договорники. Это же не то, что украинцы не были готовы. Мы, типа, не готовы, подождите, мы в колонну соберемся. Блядь, ну это же 100%, блядь. Русские что-то хотели, что-то, блядь, торговались, а, блядь, с Петюней, короче, о чем-то. Ну и тормознули выход, блядь. Ну, только так. А что произошло? Начали отстреливаться. Что, почему так случилось? Колонны летели, ты даже вот можешь по видео посмотреть, колонны летели, блядь, бегом, бегом, бегом выскочить. Они не летели стрелять, они выскакивали, везли раненых, убитых вытягивали. А по ним просто начали лупить, потому что, я говорю, не готовы, может быть, только были из-за того, что не успели дозакрыть, короче, или там, довести войска в нужные точки, блядь. Типа, давай, отложим, давай. А Петя ж на выгоду было, чтобы рубать там, нахуй, добровольца. На ком же закончился? Подвинь чуть крышку этого ноутбука, а бы тебя видно плохо. Ну, чуть-чуть. О, все, да, где-то так. Это ж, короче, Петя просто, блядь, не готов, вернее, русские были не готовы, Петю попросили оттянуть. Все. Я тебе, ну, блядь, я просто другого не вижу. В чем был смысл отлаживать? Наши были не готовы? Наши были не готовы выйти с кольца? Да, блядь, уже готовы в колоннах стояли, сто процентов. Блядь, сука, Петя, пидор. Я тебе говорю, это его работа. Так просто, блядь, ну, просто сливать две колонны, которые шли. По сути, все две. Как это, вот как это он договорился о зеленом коридоре, они договорились? Если все колонны обстреляли. Как? Они хотели, чтобы наши выходили без оружия. Типа отдали оружие, вышли без оружия. Ну, это ж, и, блядь, и козе понятно, что никто это оружие отдавать не будет. Такие, какого хера его отдавать? Ну, ладно, договорились, выходите. Все. Пошли колонны, блядь. И начались сразу же обстрелы. Я вот только так это ошибаюсь. Происходит Иловайск, в сентябре подписываются Минские соглашения. Ты был лично на Мариуполе, правильно, на том направлении? Да, да. Так. Объявляется какое-то перемирие, правильно, насколько я понимаю? 5 сентября утром было первое перемирие. Вы занимали какие-то позиции в этот момент? Нас на момент 5 сентября с нашего батальона создали две сводные роты. Усилили их, блядь, группой танков 17-й танковой. Дали в прикрытие артиллерии 55-й, реактивщиков каких-то еще, не помню откуда. И послали на Новоазовск, на войну. Непонятно зачем, непонятно для кого, непонятно для чего. Но при этом, при всем, что это, короче, настолько была внезапная атака с нашей стороны, что русские готовились к ней уже трое суток. Но утром нас когда говорили, это внезапная атака. Потом последствия мы разговаривали с... Перемирие же. Перемирие и шо? Как-то ж надо было слить, блядь, целый батальон с сепаром. А говорят, за 3 миллиона сливали нас. Ну и там вас разъебашили, я так понимаю. Нет. Вот тут, короче, хитрая херня получилась. Вот тут получилось смешно. Они нас кинули. Сепары совместно с русскими, короче, туповатенькие оказались. Мы вошли в балку. Им нужно было, когда мы выйдем с балки наверх, открыть по нам огонь. Но они начали, когда мы были внизу балки. Еще в растительностью прикрытые. И нас распалили только первые части колонны, короче, первую, головную часть колонны. А у нас командир роты был, Дим Димович Герасименко, сейчас замком бригады, 56-й бригады. Вовремя сориентировался и вывел, короче, нас на поселок задний. Не помню, как он назывался, коминтерно. Потом мы нашли артиллеристов, нашли ограды, короче, навелись, жахнули. И получилось так, что не мы попали в засаду, а сепары себя обнаружили. Просто действием одного офицера, короче, это сделалось. Никто не думал, что у нас, оказывается, умный офицер. Среди всего этого быдла банды, которая, блядь, была офицерская там. Оказывается, один умный офицер, который понимает, что нужно делать. А так мы наш батальон сливили. И мы были бы виноваты перед русскими. Потому что мы пошли в атаку в день перемирия. И Украина была, блядь, опозорена. Но русским ничего не оставалось, потому что, блядь, они не будут показывать позор своих войск. Где их расхерачили, блядь, под этим, под Новоазовскому. И тогда эта тема была слегонца прикрыта. Просто, ну, получается, да, действие одного офицера. Блядь, вот так вот как-то похитро вышло. Не сходится, да, что-то? Не сходится, потому что, ну, насколько я смотрю по карте, мы все-таки отдали какие-то территории под Мариуполь. Отдали. Потом, когда мы расхуячили их там, мы могли смело по это село закрепляться. Нам бы подкинули бы еще 17-е танковое свое подкрепление. Мы бы дернули бы еще остатки своих рот и закрепились в том бы рубеже, где мы были. Но нам дали приказ отойти назад, до Мариуполя. Но приказ как дали? Со словами «бегите». Командир батальона на тот момент, зам комбата, короче, не помню фамилию его, короче, бросил, прыгнул на танк и сбежал, короче. Мы его вытащили с окружения еще, падлу, блядь. Ну, чтобы он там кряпнул, короче. А нас просто солдат бросили. Сказали, все, вот, все. И сбежали все. И мы как могли, такими путями выходили оттуда, короче, блядь. Полдня. Какая причина, какая была этого всего? Единственный батальон на тот момент, который мог, крупный батальон, который мог оборонить Мариуполь, был 23 батальон территориальной обороны. И для того, чтобы дать сепарам возможность захватить, нужно было этот батальон расхерачить. И нас кинули, блядь, в засаду для того, чтобы расхерачить. Но действия одного офицера, блядь, помешали русским, блядь, это сделать. Я понял. Ну, это опять тотальная зрада, получается. Ну, я сколько мне когда... Честно тебе говорю. Запорожский депутат когда-то, мы уже когда вышли в АТО на ротацию, и мы стояли, разговаривали возле администрации, там был штаб, короче, самообороны. И меня познакомили с одним депутатом, короче, Запорожским. Мы стояли с ним разговаривали, и он мне спросил, а ты был там? Я говорю, да. А ты знаешь, что, говорит, вас тогда за 3 миллиона долларов слили? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, есть такие, короче, слухи о том, что заплатили 3 миллиона, чтобы вас в этот котел затянуть, расхерачить и открыть свободный проход на Мариуполь. А Мариуполь, если ты понимаешь, если захватывают Мариуполь, то захватывают кусок Черного моря, захватывают важнейший порт. То есть это, блядь, тем более постачание воды. То есть это было очень-очень выгодно. Но не сбылось. Как-то так вышло. Ну, я считаю, что это все-таки правда про эти 3 миллиона. Потому что там еще была другая история, когда комбат продавал трупы. Это была еще одна история. Первые минские соглашения были подписаны после Иловайска. Да. А вторые минские соглашения были подписаны после Дебальцевского котла. Ну, они были подписаны во время боев на Дебальцевском котле. Если ты помнишь. Ну, да. Да, все правильно. Там был пик сражения, короче. И надо было как-то, короче, опять замутить такую движку под названием, блядь, Роттердам плюс. А Дебальцевская, короче, узловая, она является, блядь, одним из ключевых моментов этой системы, блядь, Роттердам плюс. То есть через нее можно уголь кидать. Вот тут, короче, мы вспоминаем твое торнадо. А также других ребят, которые сунули нос в тему угля. Понимаешь? Идет, короче, бои за Дебальцева. Наши дерутся из последних сил. А Петя в это время торгуется, блядь, с Путиным нахуй за систему Роттердам плюс. Кто сколько будет получать бабок за то, что вагоны будут через Россию проскакивать. Понимаешь? И вот до последнего момента, пока пацаны там держались, короче, Петя торговался за систему Роттердам плюс. Вот то же самое было, блядь, и в Мариуполе. Он какую-то свою тогда тему делал, короче, сто процентов. И вот когда, короче, он дошел до нужного момента, он вывел, блядь, батальон, короче, с-под этого, блядь, поселка, для того, чтобы завершить окружение и уничтожение. Чтоб не было свидетелей этой системы и отдать узловую часть России. Мы же держали его 8 или 9 месяцев, свободно держали. Я понимаю, это мнение одного человека. Один человек физически не мог видеть и знать все. Поэтому я приглашаю к общению людей, очевидцев тех событий. Я считаю, что тема антитеррористической операции, учитывая ее важность, не слишком хорошо раскрыта. В крайнем случае, не слишком хорошо раскрыта с разных сторон. Я о ком-то что-то здесь не так сказал, может быть, Олег о ком-то что-то не так сказал. Пожалуйста, выходите, пообщаемся, выскажите свою точку зрения. Я напоминаю, что это канал от людей и для людей. Мнение людей здесь гораздо более ценное, нежели мнение всех экспертов вместе взятых. Подписывайтесь и делитесь видео. Вместе мы сможем что-то изменить к лучшему. Пока.